Очень приятно, дорогие коллеги, я вас приветствую. Вы именно коллеги, и мне очень приятно, что я могу поделиться своими знаниями, опытом и новейшими методиками, потому что у нас есть очень много иллюзий, о которых я сегодня скажу. Всем хорошего настроения, приготовьтесь работать, это не просто. Вебинар – это не только информация, информация – это то, что выше шеи. А здесь мы будем тренироваться. Сразу же хочу сказать, потому что потом я тоже буду в соответствующем преподавательском трансе. Те, кто добавляются ко мне в Facebook, в друзья, пожалуйста, пишите, у меня там тысячи добавлений, ну, в общем, потеряется. А я в первую очередь хотела бы работать вот именно с коллегами, с теми людьми, которые несут знания непосредственно. Это великолепно, это просто то, ради чего я живу, скажем так. Ну что ж, приступим. Постараюсь компактно. Нас сегодня с вами ждет знакомство и с нейрогормональными схемами продуктивности, которые были как раз разработаны и опробированы совместно с Институтом мозга Бехтеревой. Я была знакома непосредственно с Бехтеревой, и это действительно, это то, что изменило всю мою жизнь. Это ученые высочайшего уровня. И вот только сейчас постепенно, постепенно начинают убеждаться в ее правоте. Я вам расскажу. Очень ее не хватает. Займемся нейронной бодростью и для себя, и для учащихся. Вообще наш вебинар и весь курс потом, он как раз для тех людей, которые учатся. Учатся постоянно, а никто не учится так постоянно, как преподаватели, которые транслируют знания, преподают. Меня часто спрашивают по поводу моей книги, цель написания книги. Вы знаете, все эти разумные добрые вечи, это точно. Вот, немного, к сожалению, немного только сможем поговорить о гормональном фоне. Но и как сделать дофаминовую волну союзникам. Ну, у вас будут активные ссылки, вы все посмотрите более подробно. Ну, и, соответственно, на курсе. А вот позанимаемся мы для того, чтобы наша нейронная бодрость сразу же принесла нам хорошие бонусы, как раз стратегии запоминания. Хорошо. Вот здесь, начиная свой вебинар, я хочу обратить ваше внимание на эту огромную стрелочку. Пожалуйста, поинтересуйтесь, посмотрите, насколько красиво, действительно, по-настоящему ярко работает наш мозг. В работах Бехтеревой, которые вы можете тоже найти в сети, и ссылочки есть, и видео все Бехтеревые у меня собраны, там были наметки, некоторые наметки того, с чем мы сталкиваемся сейчас. Информационная перегрузка, еще 2020 год, переход на онлайн-обучение, качество информации, перегруженность и учеников и преподавателей. Мы очень часто говорим о героизме врачей, но очень мало людей задумывается о том, что настоящие герои – это тоже преподаватели. Особенно тогда, когда ты работаешь по-настоящему, ты обучаешь кого-то, у тебя еще собственные дети. И те люди, которые и старшеклассники, и студенты, и все-все, те, которые сейчас учатся онлайн, они привыкли к другим темпам, еще к чему-то, и вот этот перехлест информационный. Вы знаете, раньше была такая иллюзия, ну, в научной среде, немножко позже о некоторых иллюзиях, о том, что человеческий мозг не способен к мультизадачности. Это миф, мои дорогие. Мультизадачность – это норма. Даже для того, чтобы написать что-то, ты одновременно думаешь, одновременно следишь за многими вещами. Я уж молчу о рисовании или еще о чем-то. И работают действительно максимально активизированные, нужные центры коры головного мозга. Мы, правда, выигрываем, пока выигрываем нашу гонку с искусственным интеллектом. Как вам сказать, аналоговое восприятие, то, что вы почувствуете сегодня, и система жестких и гибких звеньев, то, что открыла Бехтерева, к сожалению, не успела получить Нобелевскую премию, а было за что. И вот эти жесткие звенья, вот буквально немножечко вам, это то, что мы можем поставить на автомат. Мы все время боремся со стереотипами, они ведь очень помогают. Вот почитайте как-нибудь у Бехтерева «Стереотипы мозга и творчества». У меня там опубликовано. И я имела честь, вот действительно имела честь, и я никогда не забуду эти совместные исследования в институте мозга Бехтерева. Тогда уже у них была очень хорошая аппаратура. И вот когда по-настоящему сложное задание, когда работает мозг, когда он включается на высокой скорости, заметьте, на высокой скорости, когда он вспыхивает весь, то есть был такой вяленький, вяленький. Идут, идут импульсы, конечно, мы ведь чему-то обучаемся, но тем не менее и вдруг происходит синергетический эффект. И вот эта вспышка, когда работает и правое, и левое полушарие, и вообще работают все радиостанции у мозга на максимуме, она доставляет огромное удовольствие. Это очень красиво. Вот когнитом потом посмотрите. Очень интересно. Я буквально несколько слов только пока могу сказать об этом. Вот материалы «Нейронаука, психология, образование, медицине» 2014 год. Я вам честно скажу, вот о работе именно мозга говорили только Черниговская и я. Почему? Потому что недостаточность была еще исследований. Вот сейчас они уже есть. Но смотрите, в этом году и в прошлом году я как автор слежу за теми новинками, которые выходят в литературе нонфикшен. И вы знаете, и по-прежнему те же ошибки. Пожалуйста, забудьте о том, что жестко специализировано правое и левое полушария. Они работают одновременно, они поддерживают друг друга всегда-всегда. Всегда. И если даже вот и опыты знаменитого Лурия, и сейчас есть такие опыты после каких-то определенных катастроф или еще несчастья, но тем не менее Бехтерева и все остальные описывали, даже если у нас нет половины мозга, другая половина берет на себя его функции. Когда я прочла в одной из книг для детей, что мы развиваем правое полушарие, если вы будете только левое, вот тогда ваш ребенок не будет ощущать себя творцом, умным или еще что-то. Это как вот так пройтись по идентичности ребенка? Рисуй, причем калякой, не стратегией четкой самокоординации, понимаете? А вот так он творит. А вот хорошие исследования, тоже закрытые вполне были, тех учащихся, которые были победителями математических и физических олимпиад международного уровня. Так вот, у них работают оба полушария, честно. Вот. А без этого никак. Ну, вы сами знаете, без творчества, особенно нам, педагогам, ну, вообще никак. Значит, здесь можно будет посмотреть и пошли дальше. Еще одна была иллюзия. Нейроны не восстанавливаются, нервные клетки, все восстанавливается. Искусственная нейронная сеть демонстрирует некоторые наши ограничения. Вот. Вот совершенно верно, Екатерина Игорева, невозможно решить математическую задачу без творчества. У меня на матфаке была такая традиция, безупречная традиция. Если ты полностью на пятерку решил и ответил весь вопрос, ну, ты хочешь пятерку, ты должен решить нестандартную задачу. Вот тогда будет пять. А так нет. И там только воображение, о котором говорил Эйнштейн. И все остальное. Вот смотрите, какая красота. Вот так растут наши нейронные сети. И вот эти сведения так хорошо было бы доносить как раз до детей, вот именно в школе, до студентов, до всех, кто учится. Нейронная сеть формируется ежемгновенно. Каждое мгновение. Это наш выбор, чем наполнять ее, и что будет вырастать, и как вырастать. Об этом позже. Теперь, дело не только в том, что мы растим наши нейронные сети. Дело в том, что наши нейронные сети омываются кровью, насыщенной определенными гормонами. Вот сейчас тоже очень модно. Дофамины, все остальное. Будем искать дофамины. Да, их надо искать. Но есть определенные принципы. Именно дофамин способствует самому качественному обучению. И вот поэтому нужно не так, я еще и буду говорить об этом, как в некоторых статьях, даже книгах встречается. Сперва съешь лягушку, а потом получишь награду. Это рабская психология. Нужно осознавать, что ты делаешь. И нужно, если тебе необходим дофамин для успешного такого процесса учебного, обеспечь тебе эту дофаминовую волну. Начни не с лягушки. Начни с меда. И все пойдет хорошо. Но об этом можно говорить долго сейчас. Я не зря выбрала вот эту фотографию Бехтеревой. Это она. Ай, что мы делаем? Ай, что мы делаем? Вот именно такое что-то. Вот здесь в презентации рабочая ссылка. Вы посмотрите собранное видео Бехтеревой. Очень актуально. Честное слово. Итак, а вот теперь приступим. Спасибо институту и тому институту мозга Бехтеревой. И спасибо тому, что я это точно знаю. Вот точно знаю. И когда переводишь и свои, естественно, учебные занятия, и занятия учеников, особенно это ярко видно на школьниках, переводишь на некоторые вот эти вот схемы нейрофизиологические работы. Вы знаете, вот честное слово, с троек на пятерке. И очень часто преподаватели, учителя не верят. Говорят, ты заранее прочел. Вот, смотрите. Это как раз то, что мы исследовали в институте мозга. Вот любые две минуты, любой мозг, абсолютно любой, независимо от возраста. Внимание! Если у вас ученики младшей школы, все равно. Итак, две минуты человек больной или, как исследовал Лурия, с ранением прямо в голову, если он в сознании, если он, ну, скажем так, инвалид по каким-то психометрическим показаниям. Две минуты. Удерживать концентрацию может каждый. Две минуты. Этого достаточно. Но максимальной должна быть концентрация. Это так же, как меня часто мои ученики спрашивают, а сколько заниматься дома? Говорю, две минуты, потом еще две минуты, потом еще и так далее. Вот теперь, смотрите, слава богу, стала мелькать вот эта цифра. Но нужно всегда чуть больше 20 минут. Почему? Как это выглядит на томографах? Вот то, что я наблюдала в институте мозга. Каждые 20 минут меняется активность различных зон коры головного мозга. Выглядит это так. Ну, в общем, звездочки, звездочки, нейрончики горят. Потом они как бы ложатся спать, отдыхают. В другом месте, ой, где это? Вот. В другом месте зажигается. Что получается? Если ты не продолжил после 20 минут эту же тему, у тебя не формируется нейронная связь. Они спадки легли, все. Нужно 21-22 минуты. Хотя бы повторить, просто повторить. Активно. Например, вы читаете книгу, учебник. Или там дети занимаются какой-то темой. 20 минут прошло. Повторите. Бегло. Легко. Если это книга, проскользите глазами. Мозг. Ты это читал? Да, помню. Все. Нейронная связь будет. Теперь полтора часа, наконец-то, тоже было доказано. А ведь еще со времен, ну, например, школы песцов в Древнем Египте, монастырские школы с холастикой и все остальное. Вот все преподаватели убедились в том, что через полтора часа необходима какая-то смена, теряется внимание. У нас включается гормональное, такое механизмы гормонального отдыха. И получается вот что. Это нам кажется, честное слово, нам кажется, что хочется кофе, хочется кофе, еще чего-то. Да, можно кофе, не проблема. Но, мои дорогие коллеги, вы помните, как мы работали, когда, например, писали сильную статью, диплом или еще что-то такое. Да, ты передохнул, дальше, дальше. Вот здесь очень часто встречаются модные, вредные, крайне вредные нарушения. Популярные статьи. Например, принцип Помодора. Каждые 20 минут ставишь тайминг, ну, там бывает 35 минут, уже лучше. И 5 минут отдыха. Ребята, коллеги, вы помните, опять вспомним диплом. Какой отдых, от чего ты устал? От чего ты устал? Мы привыкаем отдыхать. Мы привыкаем точно так же, не осознавая, чем нагружаем свою нейронную сеть к дозвону. Вот если у вас будильник стоит на дозвоне, я умоляю вас, не делайте этого. Шанс не звонить два раза. И дети пусть не делают ваши. Никто. Это внедрение программы, откладывание, замещение, всего чего угодно. Причем на таком уровне, когда работает полусонный и очень мощный альфа-ритм. Мозга нельзя. И вот почему. Хороши, кстати, для расписания сдвоенные уроки. Очень хороши. Итак, если вам показалось, что вы хотите кофе, или не показалось, ради бога, без проблем. Вот. Но посмотрите, в чем был смысл. Смысл, смысл. Основные структуры, основные показатели, еще что-то такое. Смысл в чем? Вот. Теперь внимание. Вот где тоже очень яркие результаты у учащихся. Смотрите, если в первые сутки информация не повторяется, особенно перед сном, наш мозг во сне очень четко фильтрует, все фильтрует. Он не спрашивает, если, как раньше Windows XP, если кто-то помнит это, у вас на рабочем столе есть неиспользуемые ярлыки. И удалить, он не спрашивает, если у тебя это не повторилось, значит, эта информация не важна. Вот вообще не важна. А вот сейчас, внимание. И в латентную память, то есть фактически стирается, уходит 50% полученной информации. В следующие сутки уходит следующее 50% от оставшегося. В следующие 50% от оставшихся. Через неделю остаются какие-то несчастные 5-7%, когда мы еще руками ведь конспектировали лекции. Через неделю, если ты вернулся, ты понимаешь, что это писал ты. Ну, и в принципе все. Вот сейчас очень важно тоже, ребенок, любой учащийся, вы сами чему-то учитесь, повторите, пускай только глазами перед сном, пробегите глазами. Понимаешь, не понимаешь, это не важно. Мозг, самое главное, мозг поймет. Мозг поймет, это важно. У вас наверняка были такие случаи, например, у меня у дочери такое было. Учишь, учишь с ней стихотворение перед сном. Одни ошибки, там все время, там же сбивается, там же еще что-то такое. А все равно повторил три раза перед сном, правильно, правильно. Уснула утром раз, и все хорошо, все выучилось. А вот следующее, да, и вот такие сильные результаты с троек на пятерке, это тогда, когда ребенок после школы делает те уроки, которые были сегодня. А на следующий день продолжает, особенно это хорошо для литературы. Спасибо, Любовь. Вот смотрите, это очень хорошо для литературы, для серьезнейших тем, или когда тебе задают какое-то такое важное задание, приготовить доклад. Если ребенок повторяет и делает уроки, кстати, как Ленин, делает уроки в тот же день, он еще помнит голос преподавателя, скрип, там, не знаю, учебник, он как минимум помнит картинки эти все и свои чувства по этому. Вот, обязательно, совершенно верно, Екатерина, да, нужно повторить. Вот все. И получается вот что. Получается, что мы очень здраво, трезво должны подходить к наполнению и к опыту собственных нейронных сетей. Мало ли, что вам напишут. Поразилась на солидном портале, поэтому не буду его называть. Переводная статья «Как стать гением». Десять минут в день концентрирую внимание. Так. И тридцать, двадцать минут, от двадцати до тридцати минут. Почитай какую-нибудь книгу. Коллеги, это как? Ладно, все. Это вообще, это истерическое. Вот. Пропыжиться, кстати, за ночь до зачета имеет смысл, если у тебя до этого насыщенно. Да. До этого насыщенно все. И микрообучение, вот то, о чем вы говорите, Екатерина. А маркетинг образовательных услуг, ну зачем так врать? Ну это же неправильно. Ладно. Кстати, если что-то дается очень тяжело, например, ребенку или студенту, читайте заранее информацию. Пусть ребенок заранее, давайте им заранее прочесть то, что будет на следующем уроке. Он не поймет, ладно. Главное, мозг поймет, что это важно. И дальше у него будут некоторые ассоциации. Это раз. А во-вторых, у него будут вопросы к педагогу. Ну и, дорогие коллеги, еще раз, нейрогормональный фон изменяется очень индивидуально. Надо за собой следить через 2,5-3 суток. Вы наверняка помните. Вот пишешь ты эту статью, курсовик, диплом. На третьи сутки тебе кажется, что все надо переделать. Ой, пожалуйста, чтобы я понимала, что вы меня понимаете, слышите. У кого так было? Вот на третьи сутки надо переделать, надо переписать. Вот, 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 это оно. Мои дорогие, не делайте, как я. Раньше я выбрасывала в корзину. А потом получалось так. Мне друг, коллега пишет там на какую-то тему философскую. Вот, мол, я, ой, как правильно сказано, а где это? А кто это сказал? Пишет Шугалия Елена Викторовна. Письмо такое-то, такого-то. Не выбрасывайте, у вас будет другое восприятие. Вот так и образуется объемное восприятие. Кстати, поскольку у нас сейчас и с физической активностью, и со всем связано многое. Вот смотрите, не раз в три дня ходить в спортзал или в тренажерный. Лучше, как у меня пенсионерка, там вообще пенсионерка, ну, скажем так, лет 75. А вот, про микрообучение чуть позже. Она решила заняться здоровьем. Она две минуты пробежит, ну, вот как может. Потом останавливается, дышит, любуется красотой. Потом еще две минуты. И так больше 20 минут. Во, вообще великолепно. Учить, или вот мы занимаемся, мы занимаемся иностранным языком. Раз в три дня. Ребята, вот по вот столько, вот это и есть то, что касается микрообучения. Каждый день. Вот по вот столько, это раз. Во-вторых, вот честное слово, вот просто пробегите глазами. Я никогда не забуду, я хотела, чтобы у меня в дипломе не только математика, физика была, но еще преподаватель информатики. И нужно было доздавать, потому что, ну, у них математика не в таком глубоком объеме проходилась. Если кто-то есть из математиков, технареев, фехтенгольц, вот такой толстый том второй, криволинейные интегралы. Я вот так ложилась, вот представьте, ложишься, читаешь, думаешь, боже, какой ужас. И очень хорошо, что это толстый том. Ну, в общем, когда я засыпала, дум, ты проснулся, дум, ты проснулся. Глазами, глазами, глазами. И что получается? Это самое, ну, до тех пор, пока тебе уже все равно, ты с этим фехтенгольцем на лице и рядом просыпаешься. На утро я смотрю, боже мой, что там было переживать какие-то криволинейные интегралы. Понятно, да? Просто, просто загрузите, дайте понять мозгу. Это важно, это не надо чистить там во сне. И вот смотрите, микрообучение тоже. А, вот чуть больше 20 минут, я знак больше или равно не поставила. Анализ, повторение, просмотр, сформировалась нейронная связь. Все прекрасно, вы сами почувствуете. Вот начнете заниматься, почувствовать. И вот вы свои зоны успешности такой, в самом хорошем смысле, ненавижу вот эти успешный успех, там профанация. Вот зоны, которые повышают нашу дофаминовую платформу, назовем так. Когда мы узнаем что-то новое или любуемся красотой мысли, программисты любуются красотой кода, неважно чем, оказывается, по гормональной составляющей, это наслаждение превышает удовольствие от всех известных наркотиков. В том числе самых экстатичных. Представляете? В общем, все из нашей нейронной сети, из материала заказчика. И вот новые знания, новые какие-то вызовы даже себе, что-то по твоей специализации. Или когда ты мониторишь, вот так как я постоянно мониторю, это не обязательно даже 20 минут, потому что у меня, да, у меня уже кристаллы, это дальше немножечко образовались. Какие новые исследования, когда я увидела, где-то дней 10 назад, не буду врать, что все-таки доказано, мультизадачность тренируется. Ого, слава тебе, Господи. Изучение языка, харизма, это меня часто спрашивают и преподаватели, и те, кто работает вообще с людьми. А можно ли натренировать харизму? Да, а что нет? Вот ты сидишь и по 2 минуты записываешь видео себя же. Потом выберешь самый лучший дубль. Самое такое, у тебя будет биологическая обратная связь. Ты будешь видеть себя и слышать. А дальше вступают в силу механизмы автокоррекции. Спорт, питание, то же самое, любой нужный навык, добрые отношения. Вот знаете, раньше были и классные часы такие, и все прочее. Вот сейчас, особенно в условиях онлайн-образования, ну надо, надо. Просто добрые отношения, просто. Да, Екатерина, вот именно, так оно преодолевается. Не восприятие себя в записи, особенно в голосе, особенно пятый подбородок, вот в моем случае не знаешь, куда девать, или еще что-то такое. Ну да, вы знаете, когда ты 3 дня позаписываешь себя, 20 минут по 2 минуты. Ну как там смиряешься? Я шучу. Совсем другое, совсем другое восприятие. И вот те, кто недоволен собой, им еще лучше, потому что, ну как вам сказать, потому что мозг заточен на корректировку какую-то. И ты смотришь, вот, вот так надо. И тренируешь это, а мозг будет помогать, потому что вот, вот как надо. И немножечко опережая. Вы знаете, вот так же, как про дофаминовую волну я говорила только что, на ней работать, работать на награде до, иногда для того, чтобы, например, студенты хорошо понимали. Я говорю, сперва подкуп, а потом все остальное. Вот. И вот на этой дофаминовой волне, чтобы работать, вот самое важное, самое важное, дать понять, как надо. Вот мы идем в лес. Мы идем в лес за земляникой, ищем землянику. Мы не говорим, ой, и там нет земляники, вот там кочки земляники, нет, вот это нет. Мы идем, и у нас четкая направленность. И вдруг так под листочком, видишь земляника, о, вот это и есть настоящий дофаминовый механизм. И так работает наш мозг. Ему нужно знать, как правильно, грубо говоря, как ты максимально хорошо выглядишь. Даже если тебе не нравится голос, но вдруг тебе понравится какой-то нюанс твоего голоса. Да? И ты скажешь себе, вот я теперь буду говорить вот так. Все возможно. Ну и для себя, мои дорогие, для себя обязательно. И вот посмотрите, какая прелесть. Бережная аккуратность. Вот аккуратненько с собой. Да, создание ситуации успеха. Но аккуратно, пристально. Это так же точно, как ребенок начинает учиться писать вот эти прописи, палочки. Вот у него вкрив, в кость. И ты, как корж, он следишь. И вот так же, вот аккуратненько. А вот эта палочка, ну не так, скажем, сильно падает, как все остальные. Вот эта палочка, обводишь ее там. Еще что-то такое. Вот как надо. Мозг говорит, да, еще и похвалили. Вот все. Вот с собой самое тяжелое, мои дорогие. Вот с собой вот эта вот бережная аккуратность. Вот она очень тяжела. И ей стоит учиться постоянно. Вот всегда помнить. И помнить о том, что все равно усы вылезать будут. Правильно, да? Эту картинку я употребляю, когда я прошу свою дочь. Она дизайнер виртуальных сред. А мне нужно было для книги сделать черно-белые некоторые рисунки. Ну, неделя проходит, еще что-то. И я такую вот штуку шлю. Она говорит, мамочка, я сейчас, я сейчас, я сейчас. Сейчас все будет, Эльвира. Я сейчас, потому что усы торчат. Так. Так, теперь. Вы знаете, ой, время. Ну, понятно, здесь многое не успеешь. Но, тем не менее, обязательно сделайте это. Скачайте презентацию. Обязательно. Управление интеллектуальным подъемом. Я думаю, я уверена, что у всех, иначе бы мы здесь даже не встретились, есть опыт интеллектуального подъема. Иначе бы мы им в институт не поступили. Ну, и все остальное. У каждого человека это есть. И вот, вспомните, пожалуйста, когда вы были интеллектуально насыщены, и вы, вот, вы додумались, по-настоящему додумались. И вы додумались быстро. Вот здесь важно максимальная скорость и точность. Потому что это актуально сейчас вот в наших условиях. Точность и скорость интеллектуальных и психологических реакций. Для этого не обязательно быть, ну, там, игроком валютным, на валютных рынках, хотя вот там, да, это тренируется. Но, вы знаете, это иногда спасает жизнь. Я честно скажу, потом расскажу. И вот помните, вот так же, как в предыдущем, чем чья там лапа была. Вот у кого есть коты, учитесь у них. Только не так, а 20 минут, 21 минуту. У них напряжения всего лишь достаточно. Даже вот кошка, которая хочет прыгнуть там на стену, она напряжена, типа, но только нужные группы мышц. И это позволяет ей быть максимально сконцентрированной. И вот вспомните, запишите дома. Три события состояния, называю это событиями. Согласитесь, то, что происходит в нашем интеллекте, в психике, вот это сильнейшее событие. Можно, я вот, например, не помнила, пока специально не озадачилась, на какой улице мы жили, когда я родила свою старшую дочь. А вот сон и события вот такие какие-то внутренние, ты прекрасно помнишь, прекрасно. Это событие состояния, когда ты решаешь сложную задачу, когда ты интуитивно додумался до какого-то элегантного выхода. И вот когда вы максимально переживаете это воспоминание и записываете рука о мозг, рука о мозг пишем, вот вы можете поставить себе якорь. Блеск в глазах является ли он индикатором? Вы знаете, я не знаю. Я когда вот сильно задумываюсь, я себя со стороны не вижу. Но я буду писать, мне вот предстоит рассказ, рассказ о самом счастливом дне моей жизни. Сейчас я скажу про якоря. Это было тогда, когда я решила, или очень красиво, полторы строчки, двумя подстановками мощнейший интеграл длиннющий. Думаю, да не может такого быть. Так коротко, ясно, не может быть. А что сидеть? Зачет надо. Ну, я пошла. Она посмотрела и говорит, красиво. Вот это голова. Ух, это было такое, крылья, крылья. Вот потом глаза блестели. А вот когда я додумывалась до этого, мне кажется, у меня ни глаз не было, ничего не было. Вот. И вот вы записываете, как ставится якорь. Якорь – это бессознательный комплекс наших реакций, нейрогормональных. Они бессознательные. Там некоторые люди теребят что-то. Вот, кстати, тоже якорь или это якорь. Пару раз додумался, ну, бессознательный якорь. Якорь ставится на кости, так, чтобы было немножечко больно. Я вот рекомендую, вот, пожалуйста, вот здесь на запястье косточка, но не так, чтобы больно было, но чувствительно. На кости очень тонкие, много нервных окончаний болевых. И сразу же всё потом будет вспыхивать. А потом можно в соответствующей обстановке, когда тебе нужен этот подъём, ты делаешь вид, что смотришь на часы. Угу. Вот. С лёгкой болью. Ну, а это много тут. Вот. Вы делаете это, проверяете, а потом приступайте к сложному, к сложному какому-то, пожалуйста. Потренируйтесь на сложном, тогда мозг будет впечатлён. Вот правда впечатлён. Вот. Интеллектуальное задание, ну, больше 20 минут. А то мозг только как-то въехал в это вот во всё, только понял, что надо делать. А мы так, у нас таймер, мы отдыхать. Вот. Фиксация результата. Запишите, какие вы молодцы. И награда. Вот здесь тоже действующая ссылка, там очень много по поводу дофамина, по поводу всего, в общем, посмотрите. Как ещё стимулировать и других, и себя, и всё такое. Маркер в руках, Татьяна, совершенно верно. А что вы думаете, я всё время эти ручки тоже, не только потому, что демонстрирую. Нет, вот надо взять в руку. Особенно. Чуть-чуть. Вот не так, чтобы больно сильно было, Ирина, ясно. Так надавил и почувствовал. Не просто так. Вот нельзя якорь там на коже, ну как, ну она... Они затираются, стираются, и всё остальное. И вот смотрите, что ещё даёт дофаминовую мощнейшую волну. Вот прямо специально. Двадцать минут в день. Ищите. И дети пусть ищут, если вы в школе преподаёте. И слушатели пусть ищут. Да, я тоже, я же ещё и живописец. Вот висят там по эдлингу у меня. Я думала, честно, я думала, что это абстрактная картина. А вот и нет. Это, пожалуйста, эфедрин. А тут думаю, ой, а это мой эдлинг. Это мои формы платоновские. Эйдосы. Вот они, символика. А это что? А это водоросли, друзья. Ага. А это вот георгиевские кресты, мне говорил один. Ну, да, похоже, но витамин С. Вот что делается. Это очень интересно. Посмотрите. Как говорила у меня взрослая, уже моя слушательница, онлайн-курс. Ой, говорит, я думаю, что это мне напоминает? Вот щёточки для... Щёточки от туши. А вот это что? У меня на онлайн-курсе сказали. Ну, вот теперь ясно, что нашу жизнь на нашей планете творили практиканты, и, видимо, они очень хорошо курили. Пардон, пардон. А ничего, Эльвира. Так, посмотрите. Вот здесь эту иллюстрацию я вам даю только для того, чтобы вы увидели. Мозг ищет смысл. Мозг сам ищет связи. Сам. Правда, вот почувствовали? Вот вы просто смотрите. Это агат, яшма, даже не важно что, он сам ищет связи. Да. Для того, чтобы постоянно себя стимулировать, особенно если ты устал, если тебя там еще что-то такое. Я долгое время покончались немножко земные цветы. Странные цветы перед сном искала. Вы знаете, когда я увидела вот этот ба-баб, это ба-баб цветет. Да, мне тоже кажется, что это агаты, а кто-то мне сказал, что яшма, ладно, неважно. Или вот цветущие камни. А вот это какая торжественность. Литопсы, да. Лилитопсы. А это знаете, что вот эти... Ой, извините, указка. Вот это, это цветущий банан. Я его, когда первый раз увидела, я говорю, что это? Они говорят, банан-то не может быть. Оказывается, не вон формируется. Вот. Или вот этот торжественный. Или вот цветет всего лишь одну ночь. Это самый дорогой цветок в мире. Ой, прелесть. И специально ищешь. Вот заметили, и мозг тогда оживляется. Ему становится непросто, интересно жить. Он нацелен на узнавание нового. Давайте какие-то свои задания ученикам, себе, все остальное. Ну, во всяком случае, вы же понимаете, да? Вот я перед сном увидела баба первый раз. Или что же? Фух! Это такая прелесть. Я сплю, и мозг во сне работает иначе. И он уже заточен, настроен на узнавание нового. Ой. Ага. И вот собирайте себе, и пусть ученики собирают библиотеки ценных стимулов. И здесь должны быть не только, не только визуальные, не только аудиальные, киноэстетические, но и смысловые для взрослых. смысловые какие-то модели, каналы, системная информация. И очень мягко вот этим всем в общей сложности можно заниматься 20 минут, честное слово. Самопроизвольно наш мозг корректирует наше поведение. Вы знаете, вот для этого всех ругают. Нельзя. Вы залезли в соцсети, и что-то там смотрите. Да неправда. Мозг сам ищет вот эти стимулы, хоть что-то приятное. Почему мы смеемся над демотиваторами? У меня было какое-то тяжелое такое состояние после ковида, там еще что-то такое. Вот. Битвы с издательствами. И вдруг я увидела демотиватор. Сегодня утром группа умных альпинистов обошла гору Эльбрус. Думаю, фу, так я тоже обойду. Я тоже умна. И тебе стало легче. Или, например, ты вспоминаешь музыку, которая тебя стимулирует, или наоборот расслабляет, или еще что-то такое. Ох, простите, маловато. Так. И вот не да, да, Эльвира, ощущение, что не я ищу, а меня ищут. Ощущение вот этой целостной информационной вселенной. Я вот люблю слово информационное поле, но я в первую очередь ученый, и если я его употребляю в смысле каузальности и так далее, я вкладываю в эти слова тот же смысл, что Тесла или Эйнштейн. Понимаете? Ну, в общем, никакой эзотерики. Вот, смотрите, минимизация и оптимизация информации на самом деле некачественно. Ну, вот этих вот статей всего там единственный бит смысловой информации. Это так же, как, ой, преподавателям, психологам, разным таким вот людям, им нужно вести соцсети. Понимаете? Вот, продающий текст, там один смысловой бит информации. Сама структура текста. Всё. Слова могут быть любыми и на любом языке. Правда, сейчас тренд появился, это надо нарушать вот эту структуру, чтобы выделиться. Опять один смысловой бит, нарушай, чтобы выделиться. И вот мои коллеги, профессора ведущих вузов, всё, я специально опрашивала, они все, они все знают об этом. человек после философского факультета не помнит то, что он там проходил точно так же, как не помнит человек, закончивший журфак или ещё что-то такое. С математиками, физиками там сложнее, там Аврора не пройдёт, там нужна модель. Да, информация приходит, запрос есть, есть фокус внимание, назовём информационном каузальном поле потока. Вот, и вот он. Да, а смысловой бит один. Так, то есть минимизация и оптимизация. И вот посмотрите, это предупреждение, даже вот жест этот. Вам нравится, кстати, вот эта скульптура, да? Это Филипп Джексон, пожалуйста, напишите, может быть, мне только одной она нравится, да. Вы посмотрите, если бы она была ниже ростом, назовём так, или если бы было ослепительное тропическое солнце, пальмы или ещё что-то, или если бы золото было везде, ну, правда, вот, только вот это, только вот это. всё. И вот эта элегантная достаточность, это то, это то, к чему стремится наш мозг, даже скажу, наш интеллект. Мой лучший ученик, один из лучших, точнее, учеников, победивший в международной олимпиаде по программированию один шаг кода программного сэкономлен. Да, да, элегантность, элегантность формул, элегантность мыслей, большинство пробуждающих, как я их называю, пробуждающих смысловых конструкций словесных, ну, вот, выраженных в словах, они лаконичны. Я была поражена, я какой-то пятый, шестой раз, не помню, перечитывала «Войну и мир», и вдруг в самом конце, вот там, где он описывает Наполеон, Кутузов, их это, после вот этих на полторы страницы предложений я прочла фразу «Мудрость не нуждается в насилии». Казалось бы, что такого? Вы знаете, практиковать не всегда легко. Так, хорошо, сейчас будем заниматься, стойте. Сейчас, один момент. Эльвира, я люблю свою работу, я люблю делиться, у меня вдохновение от того, что вы коллеги, вы можете это применить, транслировать, ну, сделать мир реально лучше. А сейчас расслабились, вот, пожалуйста, расслабьтесь, мои дорогие. да, еще одна фраза пробуждающая, труд – это любовь, которая стала зримой, это точно. Вот, смотрите, расслабьтесь, там ноги, руки, это понятно, но все внимание, пожалуйста, все внимание на позвоночный столб, вот от кончика бывшего хвоста, как я говорю, вот прямо вот так, и обратите внимание на наши культуральные моменты, особенно вот на этот участок, где у нас обычно располагается остеохондроз профессиональный, чтобы нейронный импульс легко проходил. Так, расслабьтесь, хорошие, как кисы. Вот сейчас скажите, пожалуйста, у кого пульсирует, пульсирует или нет? А если пульсирует, просто изнутри, вот команда дышит, да, остановиться, команда мозгу остановиться, остановка, это просто, хоп, и остановили, о, стоять, а я так и говорю, стоять. Получилось? У кого получилось, напишите там плюсик или как, чтобы долго не... Да, пульсация, остановка, пульсация, остановка по вашей боли, это лобные доли, управляющие доли, коры головного мозга работают. Потренировались. Следующее. Эй. Ой, не туда, пардон. Вот, сложней. Так, это кажется, что сложнее, вот дети на ура делают, вот вообще. Так, колышется, колышется, да, хоп, остановили, 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 стоять. О, а у вас может не колыхаться после прежнего. Вот здесь поиграйте, поиграйте, это только мозг. вот здесь будет рабочая ссылка, сайт МГУ, иллюзии восприятия. Детям, ученикам, себе, тренируйте, управляющие центры мозга. Там есть особенная техника, которой пользовалась и Бехтерева, но она очень серьезная, и, как вам сказать, и мне запретили даже в книгу вводить, ну, на онлайн-курсе это мы будем делать. Это не продажа, это я вам объясняю. Смотрите, вот, лобная управляющая доля. Стоять? Стоит. Не стоять? Нет. Колыхаться. Ой, вот, вот еще круче. Сколько времени? Вы знаете, ну, тут до минуты даже. Тут научился управлять, да и все. И с детьми так же. Смотрите, вот тут еще лучше. Смотрим на крестик. Ой, где у меня тут? Вот оно, на крестик. Смотрим, тут у нас розовенькие эти все штучки. Вот, и будут появляться зеленые, салатовые такие. У кого появились там плюсики, плюсики, появились, да? Угу. Во, шикарно. А теперь смотрим на крестик, смотрим на этот крестик. И скажите, что им, прикажите, чтобы все пропали, был только серый фон. Ага. Не, ну я тренированная, но оно пропадет. Зеленый проявился, ой, поздравляю, да, да, да. Вы полюбуйтесь, вот эти вот, а остальные потренируйтесь. Посмотрите, это только мозг делает. и мы управляем им. Не волнуйтесь, Зоя, не получилось, и розовые пропадут. Сказали, серый фон, будет серый. Вот как сильно, быстро, и мощно работает наш мозг. очень полезно, прежде чем вы, прежде чем вы будете, например, заниматься или дети, даже математикой. Стереокартинки, там вот на канале, посмотрите, есть упражнения со стереокартинками. Всё. Рассматривать стереокартинки. на презентации эффекты сохранятся. Как же? Это же только наш мозг, понимаете? Вот. Гирлянда к Новому году точно. Вот. И вот смотрите, вот когда, раньше очень много было таких книг, на книге лучше, но у меня там есть ссылки, посмотрите, пожалуйста, вы стереокартинку смотрите, когда вы видите стереокартинки, включаются вот то, что я сама видела очень красиво в институте мозга. Затылочные доли коры головного мозга. Косоглазие не мешает. Ничто не мешает. Я сама была изумлена, ко мне пришёл индивидуально позаниматься после моего курса мужчина, который потерял один глаз в автокатастрофе. Я была уверена, я же знаю, точка Солицкого и так далее, как делают же эти стереокартинки. Он увидел, человек видит мозгом, а не... Или иллюзии смотрит мозгом. Человек видит мозгом. Вот. А теперь, вот смотрите, вот вдруг у кого-то разобнёмся чуть-чуть. Можно ещё семь минут? Мне где-то семь минут надо, да, Татьяна. Ладно. Особенно у кого не получается со стереокартинками. Вот, но вот здесь нужно сильно-сильно, как Крамера, вскосить глаза. О, меня не видно. Вот. И увидеть, это называется стереопарами, вот здесь появится третий, третий цветок. и он будет очень ярким. Очень. Ага. У кого появится, это такое чувство. О! И знаете, для чего это ещё нужно? Затылочные доли работают. Вот, когда мы видим глубину, и это только наш мозг, когда мы видим глубину, включаются более, ещё более глубинные зоны головного мозга за затылочными, ближе к гипоталамусу, мышечку, ну, там вот всё, вот таламусу, всё прочее, прочее. Они отвечают за объёмное видение. Нет, скашивать не вредно глаза. Вы же не каждый раз ходите со скашением. Вот, смотрите, получается вот что, объёмное видение имеется в виду не только визуальное объёмное видение, это конструкты, это объём. Ни один дизайнер, ни один бизнесмен не живёт без этого. Александр Александрович, наоборот, это здорово, это нужно было, чтобы он получился, и чтобы мозг получил модель, как нужно, понимаете меня? Вот, модель, заметьте, те, кто видит, третий цветок, вы можете отклоняться, приближаться, как угодно, он уже не пропадает. И есть особенное чувство красоты и лёгкости, правда? Это модель, это модель. И картинки 3D, да, обычные 3D-картинки, это те, которые были перед этим, а здесь стереопары. Фух, сейчас, Леонардо да Винчи, вот у меня первый вариант, спят, они проснутся, Ирина, потренируетесь и проснутся, не у всех сразу. Это то, чему была первоначально моя книга посвящена, она в другом издательстве с цветными иллюстрациями выйдет. И вот Леонардо да Винчи, он обладал таким, таким уровнем восприятия, вот зарисовка этих турбулентных потоков, все остальное, что только тогда, когда, ну, открыли кинематограф, появилась замедленная съемка, все остальное, убедились, все точно, все правильно. Заметьте, когда он зарисовывал все, ну, ладно, там турбулентные потоки наблюдал и зарисовывал, но обычно он, например, систематизировал различные виды выражения лица, там формы лица, носа, все, ему нельзя было, невозможно было сидеть в таверне, он специально приглашал людей, поил их, веселил, рассказывал и все такое, а потом по памяти рисовал. Ну, вот высший пилотаж, мне очень нравится, вот идет девушка, у нее развивается локон, вокруг локона образуются турбулентные потоки. Леонардо зарисовывает, это удивительный гений, вот сейчас посмотрите, расслабьтесь, пожалуйста, да, и препаре, что только не делал, ни в чем себе нет, посмотрите сейчас, пожалуйста, запомнили, это два варианта, оба принадлежат кисти Леонардо да Винчи, насколько это, это у нас, пожалуйста, лондонский вариант, а это вариант Лувр, вот сейчас, сейчас припоминайте предыдущие, чем отличается, вы можете сразу сказать, чем отличается, яркостью, само собой, яркостью, само собой, цветом, да, цвет это самое первое, можно, о, смотрите, чем отличается, вот, вот, можно, и вот сейчас просто прочувствуйте, когда вам необходимо произвести достаточно серьезную интеллектуальную операцию сравнения, мозг работает быстро, вы заметили, ой, ему хочется, сейчас, ему, сюда, 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 очень быстро сравнивает, правда, очень быстро, это потому, что, это потому, что он работать начал, правильно, вот, хорошо, дальше, и вот, когда мы будем применять стратегию Леонардо да Винчи, сейчас еще потренируемся чуть-чуть, это максимально активное восприятие, это раз, во-вторых, дома будете тренироваться с каким-нибудь природным объектом, именно природным, у меня есть франжапани под подвяло, вот, почему природный, не дай бог, не тренируйтесь, доказана вредность даже этих тренировок, почему, потому что на механических нарисованных картинках это не то, это не то, и это вредно, и вот, смотрите, мы не опираемся на объект, мы не привыкли припоминать, вспомните, пожалуйста, у нас даже есть вот это, закрыть глаза и припоминать, но человек-то живет с открытыми глазами, и он припоминать должен сразу, быстро, точно, ярко, и вот эти его, все зарисовки, смотрите, всегда должна быть избыточность, всегда должна, ладно, не буду этой штучкой, видите, на рисунке избыточность, потренируйтесь дома, сейчас мы здесь потренируемся, это будет очень быстро, но с природными объектами, там очень много информации, ну, я сколько смогу, столько смогу, так, фух, вот, природных объектов, это я сказала, природные объекты, это у вас будет рабочая ссылка, послушайте, можете видео мое послушать, переключайся, шаги, и вот сейчас, смотрите, береза за окном, да и с воробьями, у, прелесть, смотрите, вот, концентрация, расслабление, и ты бросать будешь единственный взгляд на этот природный объект, как Леонардо, вот так вот раз, один раз только, ай, один раз только посмотрел, и отвел глаза, и припоминаешь, без опоры, не надо на опору, не надо опираться, второй раз посмотрел, ой, что я не увидел, ой, что я не увидел, и третий раз, ну, Леонардо еще зарисовывал, а вот когда ты четвертый раз посмотришь, как мне одна ученица, он курса это говорил, а ей около 60 лет, она говорит, я никогда, я никогда не видела своего домашнего цветка, которому около 10 лет, до этого, ссылки у меня на Вимео, хотя по-моему на Ютубе тоже есть, но я не воспроизведущусь, так, а теперь расслабьтесь, так раз, раз, быстренько запоминаем, да, но лучше на природном, он имеет объем, так, запоминаем, 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 активно, приподняли взгляд, припомнили, второй раз, что я не заметила, оу, я же сама составляла этот слайд, ага, припоминаем, и третий раз, что я еще не заметила, пересмотрите запись, спасибо, опа, а вот так, когда я переворачиваю вверх ногами, появляются новые, да, но появляются новые детали, почему, потому что вот как раз тоже включаются вот эти затылочные доли, ученикам давайте стерео, там еще что-то, и вот сейчас посмотрите, что вы еще не запомнили, что вы еще не запомнили, было ж такое, что проявилось, вон синенькие цветочки слева оказывается, вон, что еще, и так далее, а вот сейчас посмотрите, сейчас иначе воспринимается и эта картинка, правда? Поехали дальше, время, время, у меня тоже бессознательный якорь на полтора часа, Татьяна, не знаю, ага, кристаллы, природные объекты, они не переставлены были, слайд тот же был, так, запоминаем, 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 очень активно, бегайте, бегайте глазами, ага, ага, припоминаем, дальше второй раз, что я не заметил, блики какие-то не заметил, еще что-то, припоминаем, и третий раз, что я не увидел, ааа, так, сейчас что-то тормозит, ага, один момент, вот, верх ногами, вот сейчас новые детали, за счет резкой, ну, не получилось, не сильно резкой, смены позиций, восприятия, вон, те, кто тени заметил, Эльвира, а сейчас еще виднее, правда, и тоже, вот, заметьте, на кристаллах появляется объем, потому что, когда мы смотрим перевернутом виде, ну, вот не зря и даже и художники, все, вот это вот, встать спиной картине, между ног посмотреть, вверх ногами, да, да, но сейчас он, сейчас он иначе, сейчас другие зоны работают, мы мозг тренируем, вот, и вот сейчас и это стало объемнее, и это становится, дальше, это вам надо, мои дорогие, вот, смотрите, смотрим, запоминаем, смотрим, запоминаем, что тут такое, воспринимаем, и, кстати, Айвазовский рисовал, девятый вал, все такое, по памяти, не с натуры, вот представьте себе, метод Айвазовский, это по памяти, и очень быстро, да, 4-5 дней, и полотно, 2 на 3 метра сотворения мира, и еще там одно, было за, на второй день закончено, так, посмотрели, вверх ногами, ага, вот сейчас иначе воспринимается, иначе, и фактура, и текстура, и объекты, и еще что-то, и вот тут, потренируетесь дома, возникает объем, даже, вот если вы быстро, быстро будете, ой, вот там вот виден город, и все остальное, так, поехали, а это, а это, вот, пожалуйста, интерактив, это арт-проект Директ Академии, и вот здесь связь со смысловой памятью, сейчас будет немножко неприлично, акценты будут, но здесь то же самое, ну вот здесь вы потом обратите внимание, фигура Христа, она будет иначе выглядеть, вот, и когда ты потом смотришь, у тебя совсем другое восприятие, ну и там соответственно пазлы, в предыдущем слайде, перейдете, он идет, вот потом обратите мне, он действительно идет, а я не шевелится, ой, так, так, ой, ой, извиняюсь, вот, не торопись, а то успеешь, смотрите, что доказано нейрофизиологами, вот за это небольшое занятие, причем мы активизировались больше, чуть больше 20 минут, нейрончики регенерируются, восстанавливаются, посмотрите, какой красивый, правда, вот так они восстанавливаются, начиная от самых таких богатых детских воспоминаний, ну это уже, да, кончая этим, вот такие активные нужны занятия, не только для того, чтобы новые наращивались, а чтобы и прежние, и прежние восстанавливались, мы столько забыли, столько качественного, столько сильного, столько мудрого, емкого, и забыли, какие мы хорошие, слава богу, сейчас немножко перестали все здесь с ковидом бороться с вот этим, хорошесть, хорошесть, что может быть прекраснее, когда у тебя все хорошо, ты хороший, ты правильно сделал, у твоих близких хорошо, у дальних, когда все хорошо, когда ты преподаешь, и у учеников, по-моему, получается, ну что вы, потому что нужно обращать внимание, если идешь за земляникой, на землянику, а ты на болото, и вот награда обязательно, вот вы что-то, чего-то достигли, вот еще что-то, награда нужна, мозг, вот почитайте у меня, и причем у меня мозг такой уже тренированный, вот у меня там лежит книжка об эльфах, ее мозг получает как награду, мне еще сегодня нужно план книги написать, и договор создать, а вот после этого награда, но он знает, награда будет, так, ага, да, вдохновение, легкость, победа, это то, чего я вам всем желаю, мои дорогие, это только победы убедительны, не только для нас, но и для нашего мозга, для нашей нейрогормональной системы, для всего, а иначе зачем? Мозг очень экономен, он энергоцелесообразен, нам нужен опыт побед, вот пускай у всех будет, всего вам доброго, это вот тут тоже, и для всех будет запись, не успеешь, за полтора даже часа, огромное спасибо, Татьяна, потому что именно для вас, коллеги, время, пожалуйста, приходите, буду счастлива, потому что именно для вас, коллеги, это все, посмотрите, пожалуйста, Елена Викторовна, там вопрос, в вкладке вопроса от Инны Ивановны, посмотрите, пожалуйста, ответить, да, час, извините, я это, у меня это вкладка, так, презентация, так, все появилось, двухминутные интервалы, высокой концентрации, внимания, памяти, да, очень хорошо, особенно, с детьми, знаете как, во-первых, это не страшно, сейчас две минуты, молодцы, сейчас, концентрируйся, а потом, победа и награда, вы молодцы, молодцы, так, ну что, размялись, еще две минуты, ты, 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 нам всем нужно быть, немного актерами, правда, к тренажерам Вики Ум, отношусь плохо, поэтому с небедеса трудничаем, и, действительно, я ничего не хочу сказать, но, но правда доказано, и у них есть хорошие, великолепные статьи, кстати, по этому поводу, человек, нужно понимать, действительно, как работает нейронная сеть, и чем она наполняется, причем, ученый, который это рассматривал, два года, вместе с коллективом других ученых, он изучал, именно, всевозможнейшие, и научные публикации, и тренажеры, все, знаете, чему человек научается, он натренировывает эту функцию, тренироваться, а для детей можно использовать, конечно, это точно так же, как решение IQ-тестов, честное слово, неделя, и вы сдадите на, ну, на 150, да, баллов, то есть, нужно понимать, что ты тренируешь, потом отдельную статью, пока некогда сделаю, нужно выбирать то, что тебе сложно, так называемые зоны уязвимости, найти, вот тебе очень плохо даются, например, пространственные задачи, или на числовую закономерность, или наоборот, лексические занятия, вот берешь, три дня тренируешь, именно эти, потом думаешь, боже, все будет хорошо, то есть осознавать, и изучать себя, найти вот то, что тебе не очень, так это свойственно, то, что для тебя является конкретным, реальным вызовом, так по две минуты потренировал, и все, я очень рекомендую, Инна Ивановна, я очень рекомендую, вот эти двухминутные интервалы, но очень активные, для уже последователем выстроенного, запоминания сложного материала детьми, он им будет казаться легким, серьезно, а он и будет легким, потому что максимальная концентрация, и все такое, вот, то есть, сами по себе тренажеры, вики, ума не хороши, но нужно понимать, как их использовать, так, еще есть вопросы, мои дорогие, если нет, то как мы будем поступать? А, какие книги по развитию мозга? Вы знаете, сейчас опережают видео, современные видео, опережают, и опережают, пока напечатают издательство, моя книга тоже, только к осени будет, у нее сейчас только 10%, они имеют право, площади, вот эти типографские, задерживают, и вот смотрите, следите за научными разработками, вот просто следите, вот там будет много нового, потом, я теперь знаю, я еще и куратором была на курсе нонфикшн, как это делать, потом это берется, компилируется, обрабатывается, и через год выходит книга, поэтому я вам серьезно рекомендую, а так очень много крупиц, рассыпано по многим книгам, серьезно, но это именно бывает вот так, оттуда, оттуда кусочек, оттуда, вы знаете, раньше была такая толстая книга, коллектива автора, по интеллекту, вот это было неплохо, я вам напишу, а где я напишу, надо в группе написать, в фейсбуке, да, да, я совсем забыла, потом, вот можно будет, запись вебинара, или еще что-то такое, вот, а в группе, вот вам еще, сейчас, почитайте, сейчас я вам скину, ой, а я не могу вставить, а могу, вот, два номера, вот это, потом, почитать, ну, у вас ссылки рабочие, ссылки рабочие, вот, это вам подарок, номер интеллекта, он хоть старый, так, вот здесь материалы, вот тут я когда что-то, интеллекты креатив, вот сюда и материалы, и, соответственно, учебные группы, сейчас я вам, я вот, видите, я увлекаюсь, и все, пожалуйста, приходите, все дела, ребята, вот нам нужно, вот учебные группы, и, соответственно, я могу, наверное, ну, те, кто здесь присутствует, ну, я вам честно скажу, я в ВКонтакте, ВКонтакте, поддерживаю связь со своими дочерьми, а не фанаты, они не любят Фейсбук, я в Фейсбуке, главным образом, вот, а Инстаграм у меня, библиотека впечатлений моих, я вот просыпаюсь, и думаю, вот, чтобы эта дофаминовая волна была, так, что же такое, у кого сегодня день рождения, смотрю, гейны, и тут у меня эти прежние нейроны, там это все, ой, как хорошо, ну, вот вообще прелесть, в общем, очень хорошо, а, да, только мне надо написать, Эльвира, мне надо написать, потому что я на запросы, на большинство не отвечаю, и они теряются, вы просто напишите, а мне интересно общаться с вами, понимаете, да, потому что мы коллеги, и от вас будет исходить вот эта информация, вот она, Фейсбук, вот, вот, не надо, я не люблю день рождения, будем общаться, будем общаться, вот там группы есть, будем общаться, будем помогать друг другу, поддерживать, награждать друг друга, дарить, вот эти вот, знаете, объятия, спасибо вам огромное, дорогие, до встречи, надеюсь, и на курсе тоже встретимся, потому что там уже, потому что там уже, там уже, ну как, главный результат, вот, вот, чтобы на нейрофизиологическом уровне все навыки, которые вы приобретете, чтобы безусловный был рефлекс, лучше, чем у собачки Павлова, которой тоже нужно время для этого, и вот там уже серьезная проработка, всего доброго, спасибо вам огромное, коллеги, вдохновение, вдохновение, побед, вот прямо 10 побед записать за сегодня.